всем привет всем доброе утро я не помню здорово все или нет у нас сегодня тяжелый день малыш приболел кашляет температура есть чуть-чуть но не сильно зубы наверное все ухудшают из того что он простудился из-за зубов уже потом у нас тут мультики это улица сезам я в шоке сколько существует лет уже этот мультик это просто что-то с чем-то и нам пришла наконец-то на наша токио посылка помните я говорю вам как-то еще давно я уже забыла даже про эту посылку что мы заказывали сладости с японии вот они и походу они будут каждый месяц приходить надо будет офигеть сколько всего и здесь все то чего здесь точно не найдешь истер сюрприз здесь какой-то есть сюрприз на пасху интересно какой здесь пара код смотри хочешь получить сюрприз просканирую этот код наверно что-то бесплатно потом в следующую коробку поставить вот это все продукты которые здесь все написано что как здесь можно также делать видите вот эти смешивать сам кушать там киткат с бананом фига себе такого еще не видела в общем прощай моя диета называется вот тут даже это учи учи японский язык бани это усаги бани усаги яйцо это тамаго весна это хару короче мы теперь в японские рестораны будем в тему ходить вот здесь это кастомары которые вот получают по ставят в инстаграм как я поняла здесь нужно дизайн your very own easter egg о пепси сакурой ты когда-то видел пепси сакурой ну вот оно здесь есть офигеть над давай снимем кусочек когда мы будем пробовать все по чуть-чуть из будем говорить уже снимем да ну что откроем коробочку японскую я конечно без макияжа ссори но ничего мне тоже ты тоже давай ближе садись чтоб тебя было видно это вот такая коробочка тоже вот в америке может попробовать это ежемесячная коробочка только не знаю почему но очень долго она шла хотя пришла знаете прям в пасху можно сказать так что не они наверно как-то рассчитываю давайте же откроем смотрите вот так это все внутри выглядит здесь их не хэштег в инстаграм если я выложу фотографию с их ней коробочкой то я могу выиграть супер супер коробку типа который будет с игрушкой типа у меня конечно вообще еще лучше прическа чем была сейчас уже у нас вечер прошло три-четыре часа все вернулись домой и мы продолжаем нашу распаковку мы уже покушали и теперь время пробовать все сладости которые пришли с японии открываем уже показывали что здесь внутри начинаем начнем давай с чего с наверное соленого первое что вижу соленое ого там вообще капец сколько много да это вот такие вот чипсы со вкусом вот этих бобов которые мы любим заказывать в японских ресторанах солью помнишь со вкусом бобов и чего еще и орешков каких-то короче такой здесь точно не найдешь пахнет реально как типа вы которым мы заказываем стручковую фасоль кинь понюхай правда бери вкусно не обычно реально похоже правда вкуснее и знаете чипсы не такие тающие как spring pringles или же масштабы до до сюда масла у них меньше так следующее я не знаю что здесь вот это milk coffee taste это потом смотрю здесь нет что-то с креветкой о боже что это все на японском ничего не понятно это типа снеки какие-то с креветкой но почему их здесь 4 не понимаю и везде разные морда интересно может здесь что-то попадается как вы думаете вот здесь разные морды на них нарисованы откроем две посмотрим если что-то попадает первое вообще надо даже напрягаться это знаешь какой креветкой настоящие из черного моря мелкой не то что здесь не то что здесь даже не имеет запаха а на вкус вообще не такие знаете мало химии я скажу нету вот такой наш прям аж креветка она больше пахнет чем это как я понимаю кукурузные палочки вот такие вот но я смотрю там ничего не попадается значит нет смысла открывать они все одинаковые просто так следующее что здесь идет у нас тут надо заваривать смотрите я подумал что это типа роллтона знаете такое нет это тоже какие-то корн из кукурузы сделанные кукурузные палочки со вкусом какого-то супа их него видно знаю хватит тебе не хватит места смотри сколько здесь еще потом офигеть реально пахнет не вины вот кто в украине живет и в молдавии тут знаешь как они вина в россии не знают что такое роллтон но это блин это реально пахнет этим супом ну да они сладкие и знаете у них запах лучше чем вкус я вам скажу как-то просто сладкие чуть-чуть там имеет только вкус и все так что у нас тут так давайте откроем менее уже осталось все сладкое как я понимаю как так все сладкое осталось самое интересное ставим напоследок так менее сладкое это вот такой воздушный рис он есть везде но не вот этот не этой фирмы но другой точно есть но круто каждый месяц открывать такую посылку вы хотите что я снимала такие видео скажите мне если да я буду каждый месяц показывать что оно пришло так кусай стабильный стандартный я даже не скажу что он стандартный чуть больше горелый нет он больше рассыпчатый что ли наш как будто не такой сладкий знаете у них сладость как будто другая правда не то что здесь сладкое если сладкое то пипец сладкое оно вот не такое сладкое как у нас в америке здесь насть хочешь ешь до конца так здесь еще какая-то маленькая идет с покемонами не знаю что это без понятия вот так это выглядит давайте откроем тебя поместится что это похоже на моцарелла стикс знаете реально похоже на сырные палочки понюхай просто это пахнет каким-то лекарством классная тема да шампанское кушать что-то вкусное как деколон лимонное реально как деколон знаете тройной тройной как раньше ужасно давай покушай тогда тебе нравится эта химия? это как маленькие печеньки это молоко и кофе вкус молока и кофе пишут здесь то что единственное что я могу разобрать это как маленькие печеньки кофе он тут и не пахнет я скажу вам а ну смотри вообще ничем не пахнет ты так засунул туда нос таких можно кушать тонами вообще не сладкие попадало все короче ты чувствуешь тут кофе? да чуть-чуть в конце а так они просто сладкие вот у японцев такая вот как я понимаю сладость везде присутствует они особо химию не ставят чтобы менять вкусы но вот сладость у них одна и та же везде правда? такая какая-то другая правда? не сахар как здесь сахар а именно как подсластитель какой-то на следующий год летим в Шапуне хорошо так давайте откроем вот это это тоже все кукурузное заметил? да все из кукурузы но эти вкусные напоминают мне детские обставки да а это смотрите со вкусом какого-то тортика пирожного что-то непонятное что-то кукурузное вот как здесь нарисовано давайте же откроем а вот это пахнет кофе офигеть это тирамису тирамису? да смотри это тирамису нарисовано просто здесь непонятно кусками давай и оно из кукурузы ну реально пахнет как тирамису правда? да смотри все он и дает мне смотри сколько сразу берет как тает во рту кукуруза с шоколадом я еще такую нежную кукурузную павочку не ела она тает сразу да очень классная слушай надо поехать вверх по ним пожить там еще так к нам каждый месяц будет приходить чтобы так же нормально мы уже будем знать да так следующее с шоколадом какие-то знаете думала что сухарики а на самом деле мягкие не такие опять же наверное из кукурузы сейчас посмотрим у них походу что из кукурузы ну лучше так чем чем эти крема здесь в Америке только крем да ужасно у американской сладости кроме чизкейка и отдельных капкейков которые более-менее в домашних условиях сделаны не шуми пожалуйста о это сердечки смотрите сердечки вау тебе понравится ты любишь шоколад слушай надо поехать в японский магазин азиатский есть азиация но такого здесь нет сразу говорю это то что нет поэтому и смотрите у нас есть тут набор который надо делать самим смешивать сделаем сейчас сделаем быстро в чем здесь смешивать просто все между собой и все наместили да это ядерный банан понюхай аж в нос бьет 10 бананов в одном так это и так и есть писали что это типа банан сделаны вот такие как палочки банан и их макашь шоколад вот с этим сейчас будем делать так я понимаю так здесь есть палочка вот такая здесь есть вот такая присыпка для попки малыша и это сам шоколад и сами вот эти бананы непонятные из кукурузы опять же наверное так смотрите по инструкции я не знаю японского но я примерно догадываюсь что здесь надо делать и без инструкции да понимаем сюда в этот лоток смотрите это выглядит не менее привлекательно подержи а то сейчас этот лоток будет у меня на ногах вообще нужно нет вот эту отдельно и потом макаешь да макаешь типа как мамалыга знаешь мамалыгу сначала в шкварке потом в брензу так же и этот банан шкварку вообще это берется на палочку походу вот так палочкой тихо подожди я хотела показать как жвачка жвачка короче мы берем с вами я сейчас покажу вот так чтобы было видно хуба макаем и в это получается вот такое получается хуба буба ну японцы у них такая фантазия знаешь пахло химозно химозный вкус но ну приятный нет ну химозный очень химозный это так сладко это для меня пипец как сладко мало что потому что я попробую камень в ванне нет я покажу вам дальше обзор осталось чуть-чуть и это чупа-чуп со вкусом кока-колы вкусно очень не то что смачиваешь как бы в это да кисленько чуть-чуть но я не вижу прикола прям сильного вкусно одним словом тут как бонусом поставили в честь пасхи вот такой вот банановый киткат представляете банановый киткат такого я еще не видела и в честь пасхи вот такое вот яичко пас как знаете ммдмс что-то такое давайте яичко откроем и киткат оставим напоследок тут у меня еще кое-что очень интересное есть ничего себе смотрите как она открывается вот так хоп это обычная ммдмс я не люблю ммдмс поэтому это баня заценит они прям шоколадные шоколадные также откроем этот заветный банановый киткат немало здесь смотрите это мини киткат вот в таких упаковочках с кроликами милыми извините за блеск в моем лице потому что я по дому очень много переделала уже и сегодня я новой каплей и желтоватый такого нежного молочно-желтого цвета с белым шоколадом как я понимаю как это вкусно нежный белый шоколад совсем не химозный банан такой нежный банановый вкус натуральный довольно очень вкусно и вафля внутри и вафля в этот раз обычно у китката она шоколадная а здесь она с белым шоколадом очень вкусно самая вкусная сладость из всех которые здесь были и последнее бонус вы думаете это просто розовый пепси но розовый пепси это уже странно не так ли это японская сакура представляете пепси со вкусом японской сакуры давайте же вскроем попробуем пахнет спрайтом почему-то очень много газов я вообще газировки не пью в жизни поэтому для меня кажется что они моментально во рту в пузырьки превращаются приятный нежный вкус такой знаете нежно-нежной вишни совсем далекая такой все же сакура это вишня если я не ошибаюсь разновидность очень вкусная вода Ваня обязательно попробует и яичко это и китката эту воду остальное все мы вместе уже попробовали так что да обзор японской коробочки удался вкусно довольно единственное вот эта штука тройной одеколон вообще не камильфо если вы хотите чтобы я делала больше таких обзоров увидеть продукты Америки продукты Мексики русские продукты мы будем с вами делать обзоры будем закупаться такими продуктами и естественно будет каждый месяц обзор японской вот этой коробочки если вам это надо напишите мне в комментариях осталась дома одна чтобы поделать дела мои мальчики уехали по делам и я сейчас хочу сложить стирку чистое белье и прибрать продолжаю расслаблять свой дом в последнее время очень много дел поэтому влоги такие короткие но скоро все наладится скоро мы все сделаем и все будет окей так что давайте поехали слаживать кучу чистого белья мальчик мальчик ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Малыш проснулся, и Ваня только что попробовал пепси с сакурой. Тебе понравилось? Да. Теперь давай. У меня одна рука занята. Поэтому... О, малыш, покушаем кит-кат. Он банановый. Пахнет химично. Вообще-то нет. Попробуй. Как тебе? Очень вкусный. Правда, натуральный банан. Не такой химический, как тот, который был до этого с бананом что-то. Правда? Вкусно очень. И не такой сладкий. В Америке здесь кит-каты такие, что клеятся. Ну да, кстати, да, те же кит-каты, но такие сладкие. Просто капец. Многие замечают, кто приезжает из Европы, что сладости здесь. Вроде сникерс такой же, но сладкий такой, что невозможно кушать. Кстати, кто не подписан на мой инстаграм, подписывайтесь. Я сделала там сравнение двух колясок. Нашу Миму и нашу Бентли. И да, полезный пост для будущих мам. Или для тех, кто хочет уже купить коляску на постарше для деток. Поэтому подписывайтесь. У меня на канале мой профиль в инстаграм есть. И также в описании под каждым видео. Ну а мы собрались по делам, опять же, да, малыш? У нас неотложные дела каждый день. И берем с собой японские сладости доедать. Малышик. Слава богу, ему легче. Он уже не кашляет, намного меньше. Очень помогает мукус. Покажу еще раз. Он очень классный. И очень прям за два дня снимает полностью весь этот ужас. Смотрите, что произошло с моим телефоном. Вы видите? Он разбился. Но, слава богу, не впереди. Менять будем. По-любому. Смотрите, мы сейчас зашли в Бестбай. И я покажу вам здесь технику. Я себе взяла треногу. Вот такую. Здесь есть всякие штативы, треноги. Все для съемки. Я, как всегда, иду в отдел. И там, где все для съемки. Кстати, классная сумка. Смотрите, какой последний стабилизатор, который вышел. 139 долларов стоит. Подумываю купить. Посмотрим уже. Это вообще что-то с чем-то. Это камера. Вау. Че себе. Смотрите, GoPro последняя версия Hero 7 349. Самая дорогая. Круто. Наверное, они исправили звук. Уже, наверное, хороший звук должен быть. Я подумываю поменять влоговую камеру. И думаю, вот нужна мне GoPro или же обычная влоговая. На подобие вот этой. Вот она. Sony Alpha 5100. Это моя камера. Точь в точь такая же. Подешевела. Я ее брала где-то за 800 долларов. Сейчас она стоит 449. Но брала ее года три назад. Представляете, это вышла самая новая модель Sony Alpha, которой я пользуюсь. Вот, как я вам говорила, у меня до сих пор вот эта. И она до сих пор в продаже, потому что она очень классная. А эта самая новая. Я ее не видела в прошлом году. Она вышла недавно. И она стоит 1300 долларов. Это Sony Alpha 6400. Миррорлесс. Наконец-то исправили ошибку второй модели. Потому что у этой не поворачивался к себе экранчик. А тут поворачивается в какие хочешь стороны. Это вообще камера. Моя следующая камера. Мы зашли в ресторан покушать. Смотрите, как главный босс тут отдыхает. Упустил свою раскрашку. Тут детям дают, во-первых, это высокий стульчик. И, во-вторых, это мелки. И вот такую раскраску, которую мы пока что кушаем. Да? Мы кушаем раскраску, да? Что? Можешь читать? Нет. Давайте читать. Ай-яй-яй. Мне кажется, ему в кайф, чтобы мы поднимали 300 раз. Тут так красиво. Боже мой. Какой ты хороший. На. Давай, ломай. Уже знаешь, где можно праздновать. Какой-то праздник. Да. Спасибо. Этот олив гарден очень напоминает мне в Колумбии этот. У нас сегодня коктейли. У меня с маракуйей, а у Вани с зеленым яблоком. Я знаю, зеленым яблоком очень вкусно. А этот новинка. И в нем еще вот такие канапешки. Надо попробовать. Очень вкусно. Я обожаю маракуйю, поэтому давай. А этот молодой человек не захотел кушать еще? Молодой человек на шпагате сидит. Ага. Жан-Клод Ванда. Нам принесли стандартный салат. Он идет как сайт к основному блюду. И он очень вкусный. В нем такой итальянский уксус. Знаете, этот венигар. Очень-очень вкусный салатик. Оливки здесь, листья салата. Потом перец маринованный, остренький. Потом сухарики, сыр пармезан сверху, помидоры. И это фиолетовая капуста. Что еще? Чуть-чуть морковки. Вообще и лук идет, но мне принесли первый раз с луком. И потом сказали сами, ой, ты сказала без лука, и принесли новый. Я лук не люблю и не ем с детства. Когда я спрашивала у малыша, что он будет пить, вот он и выбрал свой коктейльчик. КОНЕЦ